Девочка-пай Девочка-пай Это игра в жанре ГРПГ О сражении против вампиров Каким-то лысым чуваком Скорее всего тоже вампиром Завязка сюжета заключается в том, что Кто-то прогуливался ночью по порту На него кто-то напал, убил И теперь мы, как друг убитого Должны найти убийцу Вследствие этого Все действие игры будет происходить В ночном порту Ах, этот ночной порт Как я его люблю Эти всплески волн Ночные огни Темно-синие дали Захватывающие морские пейзажи Вот этот, например Или этот Или этот Но мой любимый, конечно Этот Что может быть Красивее Ночного порта Да что угодно Может быть Красивее Ночного порта Да даже По поиску картинки Пробейте Тупо Ночной порт Может, конечно Он и выглядит Для вас ужас Каким оригинальным И запоминающимся Но даже Если вбить Тупо Банально Ночной город Мы увидим Что-то Куда более Впечатляющее Да что там Город Даже если Мы вобьем Ночное село То Я думаю Что мы поймем Что мало Что знаем О современном селе И все-таки Федеральная программа Развития сельского хозяйства Дает свои плоды И пускай Эти плоды В основном Дыни Но дает же С этим не поспоришь Но порт Вы серьезно? Обычно Просто порты В игры вставляют Как аналог Подземельям И катакомбам Где На сером фоне Серая текстура На которой серый ящик И используются они обычно Чтобы создавать Контраст Своей унылостью С остальной частью игры А вы собираетесь Перенести действие На 100% В порт И прибрежные районы? Я не спорю Есть игры Специализирующиеся В основном На водном мире Который Выполнен качественно Но одного взгляда Хватит Чтобы понять Что Это совсем Не та игра И это Влечет за собой И многие другие проблемы Например Иногда вам надо Что-то найти И вам советуют Поискать В гавани Но в этой игре Все гавань Получить в этой игре Подсказку Поищи в гавани Это все равно Как если в реальной жизни На вопрос Где большая автобусная остановка Получить ответ В пространстве Ну да ладно Давайте поговорим О самой механике боев Одно из главных Отличий Этой ГРПГ От других ДжРПГ В масштабах А масштабы На самом деле Впечатляют Масштабы Любой игры Впечатляют После этой игры Вас Никогда не атакуют Больше трех врагов Да и Три-то Это большая редкость Сами же вы Всегда путешествуете И сражаетесь В гордом Лысом одиночестве Так что да К жанру этой игры Вполне можно вешать Приставку Микро Микро РПГ Ну а так Пошаговая битва Полоска инициативы Скорость применения Умений И эта механика боев И эта полоска инициативы На самом деле Ставят перед нами Прямо таки Философские вопросы Вот например 40 секунд Сколько это В сантиметрах Ну просто как бы По этой полоске Без каких-либо делений Ни в жизни не поймешь Сколько осталось дохода И что лучше использовать Ну а так Никаких больше изысков Вы можете Либо атаковать оружием Либо использовать магию Либо использовать медикаменты Что или вылечит вас Или прокачает ваши скиллы Причем Когда вы используете Оружие или магию Ваш новоплодение Ими постепенно растет Дымак увеличивается И открываются новые способности Причем относительно магии Все куда серьезно Открываемые заклинания Типа двойное увеличение Скорости атаки Или регенерация С каждым ходом Просто рвут на щепки Весь баланс В то время как Новые открываемые приемы В ближнем бою По-моему Вообще Ни к черту не нужны Ну да Ну вот Ты будешь бить Почаще Но слабее Ну или пореже Но посильнее Ну или пореже Послабее Но точнее Попадать будешь И как же я без этого Играл Но в начале игры Все это не так прозрачно Поэтому перед вами Фактически стоит выбор Вкачаться в бойца Который в начале игры Атакует сильнее Или в мага Который атакует слабее И плюс к этому На каждый каст Необходимы руны Книги Которые нужно Либо находить Либо покупать Вы естественно Вкачиваетесь в война Проходите без проблем Ну где-то треть игры Так как первую треть игры Вам тоже встречаются Только войны После чего Вам встречается Первый противник маг Использует на вас Заклинание Из-за чего В ближнем бою Вы начинаете промахиваться С 95% вероятностью И все Привет горячий Можешь начинать С самого начала Почему все С самого начала Спросите вы Почему бы просто Не оставить его в покое Не сходить прокачать Магию На более слабых персонажах Ну Потому что Более слабых персонажей В этой игре нет В смысле В игре нет Возможности Пойти и прокачаться На респавнивающихся Противниках Или на рандомных Инкаунтерах Тут есть всегда Фиксированное число Противников На локацию Обычно 2-3 И после их Уничтожения Локация остается Пустой Навсегда Так что прокачаться Возможности Просто нет Но С другой стороны Это только Одна сторона Прокачки Также В этой игре Можно получать Опыт Поднимать Уровень И прокачивать Статы И вот Тут Вы наконец Начинаете Понимать Что Главная Загадка Игры Это Никто Убил Вашего Друга А на Что Вашу Мать Влияют Статы Которые Вы можете Прокачивать Нет Я на полном Серьезе Вот Что Из этого Что Вроде Все должно Быть Понятно Схема Классическая Сила Ловкость Выносливость Сила Воли Считай Магия Но Что Именно Они Повышают Ну Выносливость Понятно Количество Жизней А остальные Это Что Ну Ловкость Типа Должна Повышать Защиту Однако Интересный Вопрос Насколько Именно Я Не буду Задаваться Такими Бессмысленными В данном Контексте Вопросами Типа Как Сильно Влияет Сам Параметр Защита Но Зависимость Ловкость Защита Хотя бы Мне Интересно Вот Я Надеваю Специальный Гаджет Который Повышает Мою Ловкость На 12 И Получаю Плюс Три Прибавки К Защите Это Это Неплохо Это Неплохо Вкачать Все очки Характеристик От Трех Уровней В ловкости Получить Плюс Три К Защите Но Почему Когда Я Одеваю Перчатки С бонусом Плюс Два К Ловкости Я Получаю Плюс Семь К Защите Почему Плюс Двенадцать К Ловкости Это Плюс Три К Защите А Плюс Два К Ловкости Это Плюс К Семь К Защите Еще Как Одна Из Догадок Ловкости Сила Здесь Нужна Для того Чтобы Можно Было Использовать Оружие Потому Что В Работает В любом Случае Возьмете Оружие И Сможете Им Драться Несмотря На Ваши Характеристики Это Просто Не Работает Ладно Я Так Понял Что С Ловкостью И Силой Мы Не Разберемся Но Вот Сила Воли На Что Она Влияет Знаете Есть Хороший Вариант Определить Что По Факту Делает Эта Сила Воли Дело В том Что Есть То Обнаружим Что Урон От Заклинаний Не Изменился Изменилось Лишь То Что Теперь Мы Те же Заклинания Кастуем Уже На Три Секунды Дольше То Есть Я Правильно Понял Что Силу Воли Надо Качать Чтобы Быть Слабее Или Эта Сила Воли И Эта Сила Воли Разные Силы Воли И В чем Тут Вообще Измеряется Время Время И Длительность Это Одни Те Же Величины Щит Надо Кастовать 26 Секунд А он Потом Будет Действовать 12 Секунд Или Это Продолжительность В ходах Все Я Я Сдаюсь Я понял Что Не Разберусь В этой Прокачке Но Можно Мне Хоть Какую Нибудь Информацию По Поводу Используемых Предметов Ну Например В Описании Брони Сказано Что Она Дает Плюс Один К Поглощению Но По Факту Она Также Прибавляет Плюс 10 К Защите Так Что Абсолютно Любой Предмет Нужно Брать И Одевать И Смотреть Что Изменилось В твоих Параметрах А Ты В курсе Что Это Вообще Это Всего Лишь Демо Версия Серьезно А Давай Тогда Посмотрим Описание К Этой Игре Нет Не Демо Версия Может Где Мед Главное Меню Написано Тоже Нет Странно Вот Если Ты Следил За Разработкой Этой Игры Тогда Будь Ты Знал Что У Студии Просто Не Хватило Средств И Им Пришлось Выпустить Игру В таком Виде Ой Как Неудобно Получилось Давайте Тогда Зайдем На Сайт Студии Которая Разработала Эту Игру Блин Как Жалко Он Закрыт Ну Давайте Тогда Дойдем На Официальный Сайт Этой Игры Ой 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 Как Жалко И что Мне теперь Прежде чем Покупать Эту Игру Но Покупать Ты Или Оценивать Игру Мне теперь Обязательно Облазить Все Тематические Форумы И найти Вот эти Слухи И проанализировать Их Что якобы Это Неполная Версия Игры Которую Выдают За полную Версию Игры Потому что У студии Не хватило Денег Серьезно Это Это вот Теперь Такие Оправдания Низкому Качеству Да Дорогая Ну и Как тебе Это было Да Как-то Не особо Это Была Просто Демо Версия Ну Ладно Чего Ты Набишь Эту Несчастную Игру Давай Помягче Ну Помягче Так помягче Когда мне Грустно Одиноко И не хватает Нежности Я иду В локацию Гильдии рыбаков И Ищу там Бородатого Мужика С ломом Бородатый Мужик С ломом И еще Больше Нежности С каждым Ударом Но Это Не все Претензии По анимации Очень часто Анимация Атак Тупо Не Проигрывается То есть Ты Убираешь Тип Атаки Ваш Герой Подходит Уходит Димак Наносится Выглядит Конечно Очень Эпично Слушай Мне Так Лень Давай Считай Что я Тебя Ударю Хорошо Да Мне Честно Говоря Тоже Давай Считай Что я Тебя Сильно Ударю Ну Тогда Я Использовал Магию И сжег Тебя Ну А я Типа Применил Лечение И поскольку У него Маленькое Время Каста То Я еще Тебя Лунным Ударом Пиганул Не Ну Тогда Получается Что он Победил Представьте Себе Что я Очень Сильно Радуюсь Очень Сильно Но Одна Из Самых Бесящих Меня Вещей Это Как ни Странно Такая Банальная Вещь Как Поиск Экипировки В сундуках Дело В том Что Процентов 80 Сундуков В этой Игре Закрыто И каждый Раз Когда вы Подходите К сундуку Вам Дают Множество Вариантов Действий Как я И говорил 20% Случаев Сундуки Открыты И можно Просто Их Открыть В Оставшихся 80% Случаев Надо На сундуке Использовать Лом Чтобы Его Вскрыть Но Лом Также Можно Использовать И на Открытых Сундуках Они Все Равно Открываются И я Бо Еще Понял Если Бо Вскрытие Замков Было Бо Какой Нибудь Мини Игрой А не Тупо Унылой И Очень Очень Медленной Анимацией И я Бо Еще Понял Если Бо Лом Бо Вам Дали Только В середине Игры Чтобы Был Хотя Бо Стимул Пройти Простите Но Я Не Понимаю Этой Идиотской Викторины Каждый Раз Когда Мне Надо Открыть Очередной Сундук Проблема Не Кажется Большой На Первый Взгляд Но Этих Сундуков Тут Под Сотню Вы Представляете Как Бесит Подобное Затягивание Таких Спинномозговых Движений Вы Подошли К Двери Вы Хотите Ее Открыть Осмотреть Обнюхать Облизать Открыть Вы Точно В этом Уверены На Все Сто Когда Вы Хотите Ее Открыть Сейчас Какой Рукой Вы Хотите Ее Открыть Левой Простите Но Вы Правша Вы Не Можете Открыть Дверь Левой Рукой Вы Хотите Попробовать Открыть Дверь Еще Раз У Уже Не Надо А Знаете Я Вообще Погорячился Когда Назвал Эту игру Микро ГРПГ Не Эта игра В жанре Я Ищу Невидимые Предметы В углах Так что Если в ваших углах Ничего нету А искать Что-то Хочется Тогда Смело Играйте В эту Игру Вы Целевая Аудитория Несмотря На то Что Вы Скорее Всего Один Человек Из Сего Мира Геймплей Тут Примерно Таков Я Бегаю Ищу Бегаю Ищу Бегаю Ищу Бегаю еще 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 о драка Бегаю, ищу, бегаю, ищу, бегаю, ищу, бегаю, ищу, бегаю, ищу, бегаю, ищу, бегаю. На одну локацию тут примерно 2-3 врага и 30 углов, в которых разбросаны всякие невидимые медикаменты и книги, струны с заклинаниями. Так, тут ничего нет. Тут тоже ничего нет. О, точно. Что у нас тут? Обезболивающее. И правда, как я раньше не заметил, ну вот же оно. И вроде можно было бы не бегать по углам, но когда вы находите невидимые вещи, вы получаете опыт. Так что прокачаться без этих поисков в принципе нереально. Хорошо, хоть остальные предметы ты можешь видеть. Например, вот здесь. Вот тут вот находится предмет для улучшения вашего основного оружия. И если вы его пропустите, играть дальше будет куда сложнее. Видите его? Нет. А если я разверну вот так? Тоже не видите? А вот так? Вот так. Вот. Видите? Вот, да. Это оно. Да. И лучше бы вам его не пропускать. Прекрати уже. В конце концов, игр про вопиров не так уж и много. Сделай для нее снисхождение. Ну, да. Я как-то и забыл, что эта игра про самых стильных и элегантных в последнем десятилетии созданий тьмы. Неизведанных, таинственных рыцарях крови, которые, несмотря ни на что, все равно найдут тебя в ночи. И придут за твоей порнухой. Не понял. Ну, просто одно из сюжетных заданий – это подкупить стража-вампира порно-журналом, чтобы он тебя пропустил. Да и вообще, походу, у нашего брутального главного героя основная цель – не докопаться до убийцы товарища, а собрать свою порно-библиотеку. Лично я за всю игру нашел аж три порно-журнала, и все их главные герои предпочел оставить себе и нигде не использовать. Ну, а если серьезно, то… Мне вообще никогда не нравились вампиры. Ну, сами подумайте, в чем прелесть быть вампиром. Все эти ночевания в гробу, питье крови, которое я почти уверен, что в Ашане не продается, в вечное преследование от фанаток сумерек, да и в связи с новыми законами даже нажраться нормально им не удается. Но вот, благодаря этой игре я понял, в чем же прелесть быть вампиром. На самом деле, это оказывается довольно удобно. Достаточно вкатить себе пяток медикаментов, закастовать пару бафов, и все! Новогоднюю елку можно не покупать, можно тупо складывать подарки под этого лысого борова в плаще. Хотя… Вы знаете, я тут внезапно узнал, что у игры «Мир вампиров» второе название «Охотник на вампиров». Так, может быть, наш герой и не вампир? Ну, вполне возможно, хрен знает, по ходу игры вообще непонятно, чем вампиры отличаются от не-вампиров. Они даже ни разу ни на кого не набросились с целью выпить кровь. Ну, у парочки есть заклинание вампиризма, но не более. Тем более, что это заклинание есть и у вас. Так что, возможно, и вы сами вампир. И тогда это означает, что в этой игре только один не-вампир – это паромщик, и то не факт. Но к ближему концу игры, для того, чтобы пройти через ловушки, наш герой использует специальный гаджет, чтобы его не засекли тепловые датчики. И это означает, что он теплокровный? То есть он не живой мертвец. Он, скорее всего, человек. Но если посмотреть на его лицо, то он мне все равно продолжает напоминать Стаса Борецкого, что означает, что наш герой тот еще упырь. Короче, в игре на самом деле хреновый сюжет, когда даже после прохождения игры ты не понимаешь, за кого я играл всю игру. Знаете, давайте просто подведем итоги. Вот есть ли в этой игре хоть что-нибудь, что не похерено? Геймплей похерен. Тупить в углы 3 четверти игрового времени это ненормально. Боевка похерена, так как нормально стратегию не выстроишь. Анимация похерена, так как местами тупая, местами вообще не проигрывается. Звук похерен, так как пропадает. Музыка похерена, так как тоже пропадает. Прокачка похерена, и вы сами помните почему. Графика похерена из-за глюков. Сеттинг похерен, так как порт ночью. Интерфейс похерен, так как тоже полно глюков. То окна какие-то непонятные открываются, то выделитель с ума сходит. Тут вообще надо запоминать, как им надо пользоваться, так как косяков ну очень много. Сбор предметов похерен, так как зачастую или труп падает так, что не можешь его обыскать, или вообще возможность обыскать неактивно. Снаряжение похерено, так как несет ложную информацию. Торговля похерена, так как на всю игру тут один торговец, у которого нет ни оружия, ни брони, ничего, кроме книг и медикаментов. Ну, и что нам еще осталось разобрать в этой игре? Я не знаю, может быть... Систему сохранения? Может быть она вытянет игру? Вы знаете, как часто бывает, что игра полная хрень, но система сохранения это 10 из 10 просто. К сожалению, нет. И даже если не обращать внимание на то, что сейвы зачастую ломаются, игра сохраняет твое положение только в двух осях, а на высоту ей вообще плевать. Ну, то есть ты засейвился на мосту, после загрузки ты окажешься под мостом. Или если засейвился на нижней палубе корабля, обязательно после загрузки окажешься на верхней палубе корабля. И так далее. Что? Ждете, что я скажу, что сюжет этой игры полностью похерен? Нет. Нет. Это будет слишком просто. Сюжет этой игры нечто такое, что, я думаю, заслуживает отдельного видео, которое обязательно будет. Ну, то есть в следующем выпуск-то будет? Ну, нет. Не в следующем, конечно. В следующем я планировал сделать какой-нибудь обзор какой-нибудь игры для приставки Nintendo Wii U. Их давно не было, согласитесь. Да ты, стоп-мутов, обзоры не сделаешь. Да-да, слушаю. Ладно, ребят, давайте договоримся. Обзор сюжета этой игры выйдет 3 апреля. Да, 3 апреля. А если оно не выйдет 3 апреля? Значит, подождите, пожалуйста, до 4 апреля. А пока что с вами был H2. Увидимся в следующий раз. Вы хотите закончить обзор? Ну, да. Вы хотите закончить обзор резко или с плавным затемнением? С плавным затемнением. С затемнением какой длительности? Таня, выключи свет, пожалуйста. Хотите вставить заставку Пиксельного мира? Игровой канал Пиксельный мир представляет. Блин, школьницы 4 нету. Пирог со сливками в общаге тоже куда-то пропал. Секундочку. Ёлки-палки, даже Леонова в ванной из полосатого рейса и то вырезали. Будьте вы прокляты, чертовы вампиры! Не, ну имейте совесть, ну хотя бы голый пистолет-то верните!